Улица Чехова, или как в народе говорят, 100-метровка, украсилась всеми цветами, в прямом смысле. По решению администрации, в этом году, в преддверии праздника, были организованы специализированные ярмарки. В этом цветочном ряду все в порядке. Разрешительная документация у продавцов на руках. Но буквально через 50 метров сотрудники управления торговли выявляют факт незаконной продажи. Паршюр предоставит документы, достоящее личное состояние административного поторга. Паспорт, переводительский товар. Подобная ситуация и на Южном рынке. Здесь торгуют прямо с машин. При виде сотрудников администрации продавцы немедленно убирают товар в машину. Но это их не спасает. Нарушение зафиксировано на камеру. Тут же составляется протокол. На территории муниципалитета размещено 8 ярмарочных площадок, на которых осуществляет деятельность порядка 100 предпринимателей. Благодаря этому удалось снизить среднюю цену на реализуемую продукцию. Во-первых. И во-вторых, снизить количество мест несанкционированной торговли, благодаря тому, что многие предприниматели решили пойти законным путем и участвовать в наших ярмарках. Впрочем, продавцы, которые торгуют на законных основаниях и сами недолюбливают таких цветочных нелегалов, продают они свой товар, где придется. И гарантии качества никто не дает. Да и, как ни странно, цена у них в большинстве случаев завышена. От этого в конечном итоге страдает потребитель. Мешают. Вот мы привезли цветок с армавира. Шикарный цветок домашний, местный. Мы и так, у нас цена вот 50 рублей. Я 7 лет занимаюсь цветком, торгую, как бы у меня самая приемлемая цена. И когда получается, нас там 10 человек, а потом приезжают еще 20, и получается, что 9 марта уже цветок девать некуда. И понятно, что предприниматель несет убытки. Вместе с сотрудниками управления торговли в рейдовом мероприятии принимают участие полицейские. В Краснодарском крае проходит операция «Первоцвет». Выявляются факты продажи краснокнижных цветов. У нас запрещена реализация подснежников, цикламенов, и так далее, декорастущих цветов, которые люди обычно срывают в лесах для дальнейшей реализации. Но, как показывает практика, у нас на территории Анавского района подобных нарушений не выявляется. То есть, почему, не знаю. Может, потому что они сезон в лесу еще срывать их, или что, я не знаю. Ну, на рынках не выявлено фактов реализации. Контроль за продажей цветов ведет сразу несколько групп по всему городу. Штраф за такое нарушение внушительный – от 4 до 5 тысяч рублей. Рейды продлятся до 9 марта. Руслан Душевский, Анапа, Регион. Руслан Душевский, Анапа, Регион.